Итак, дорогие друзья, всем привет! Всем привет! В нашем виртуальном бэтмидраше Виртуальная значит виртуальная у нас оффлайн и у нас здесь есть серьезная группа видите? Серьезная группа мудрецов Тор и будущих которые стремятся познать, как Бог управляет миром и приблизиться к Богу значит и 10.00, вот мы сейчас как раз начинаем сейчас, секундочку у меня есть таймер теперь сейчас я по таймеру ставлю, чтобы не затягивать 20 минут ровно все, я сейчас перехожу на точность все, старт итак, все, шалом Ия Баркулова Магда Манола, Сергей Антох Зальман, Зальман, шалом Зальман, Зальман, шалом, шалом и значит мы начинаем изучать уже 9-ю главу 9-ю главу и 9-я глава начинается с того, что опять Шалом и Малах нам как бы открывает, царь Саламон нам открывает как оно работает, вся система он говорит «Хахмот, банта, бейта» мудростью вот этой божественной построен был дом метафорично он так начинает «Хацва, амудея, шива» установила все установлено на семи столбах так он говорит это интересно, что значит все установлено на семи столбах значит был день первого творения день второго творения день третий день четвертый день пятый день шестой и шаббат вот семь столбов на которых стоит творение причем интересно что ну вот если представить что все развивалось как говорит Дарвин естественный отбор там само собой но чего вдруг взять и разделить все на семь вот как может древнему человеку прийти такая идея слушай вообще во-первых есть цифра семь он должен придумать а потом он должен придумать что есть семь дней и один из них еще и назвать шаббатом вот как могут люди сказать что религию выдумали да ну как это каким надо а потом взять еще одновременно и семь нот семь цветов радуги то есть все должно совпадать да семь цветов радуги семь нот семь есть у человека вы знаете есть же интересно вот если мы возьмем голова например да рот нос два правильно уши еще два четыре глаза еще два шесть правильно и голова семь два плюс два четыре пять шесть и внутри это все в голове семь не значит мы видим что семь нот семь цветов семь дней недели и вот написано что все это мироздание построено на какой-то на цифре семь то есть семь это цифра этого мира наверняка есть еще какие-то октавы там всякая такая штука есть ну в общем мне достаточно что сказал царь Соломон что божественной мудростью построился дом и установлено на семи столбах все все понятно двигаемся дальше тавха тавха тувха масха ина аф арха шухана он говорит божественная мудрость она тавха тавха это значит табах это повар тавха это принести как бы знаете шхита сделать шхиту принести жертву да то есть взять животное его зарезать это это как принести жертву это слово тавха значит масха ина налила вина божественная мудрость и также накрыла она весь стол значит это метафора это же притча это метафора значит что значит эта метафора есть есть значит мясо да вот как говорят там когда я провожу какой-то тренинг или книгу пишу и там вот говорят давай больше контента больше мяса давай то есть мясо это квинтэссенция трапезы да то есть в нем вот что такое мясо вообще да если мы возьмем мясо свет вода земля выросло растение то есть переработана вот эта вот энергия одного типа света оно через растение переработалось в в растение теперь это растение можно его съесть и вытащить из этого растения обратно энергию которую потом эту энергию можно отдать опять в духовную сферу то есть как бы так оно работает теперь переваривать траву сложно долго и сложно корова она целый день жует 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 и корова она вегетарианец в принципе она целый день жует зачем она жует корова зачем вообще корова нужна корова нужна для того чтобы перерабатывая эту энергию уже в виде травы она ее перерабатывает в молоко и в мясо теперь берет человек приходит и он эту корову зарезал положенным способом да сделал ей шхиту чтобы корова не мучилась проверил чтобы корова была не больная и он эту корову съедает и у него из этого мяса он вытаскивает энергию травы и энергию уже коровы потому что корова и вот поэтому нельзя пить кровь пить кровь нельзя потому что в крови находится программное обеспечение коровы и тот кто ест траву он с травой получает программное обеспечение травы он как трава зеленый он значит такой вегетарианцы они по идее мирные если человек съедает корову и он эту корову перед смертью замучил да как обычно убивают коровы их мучают и потом еще попил ее крови то он принимает программное обеспечение больной страдающей коровы или же если он съел не корову а хищное животное тогда он становится хищником и все хищные животные не кошерные все хищные животные запрещено кушать потому что ты а теперь представьте почему почему нельзя кушать насекомых потому что когда ты съедаешь насекомое то ты перенимаешь его программное обеспечение и ты становишься насекомым кто хочет стать насекомым никто не хочет стать насекомым они реально стрёмные Насекомые страшные, некрасивые, такие жестокие. Я видел, как муравьи съедают. Муравьи всех съедают, им все равно, кого съедать. Они съедают, живого человека могут съесть муравьи. Ну, то есть, они вообще как бы... По гусеничкам. Да, ну, у них души нет муравьев, такой, знаете, человеческой, светлой. Теперь, значит, что здесь написано? Божественная мудрость, она все приготовила. Она вначале приготовила вот это вот, сравнивается с мясом, сравнивается аксиома вот эти, вот божественная мудрость. То есть, ты берешь эти аксиомы. Теперь она налила вина. Зачем вино нужно? Казалось бы, ну, вино зачем? То есть, понятно, поел травы, поел мясо, поел хлеба. Там, это энергия. А вино зачем? Вино, нет в нем энергии. Вино меняет мышление. Вино меняет ракурс мышления. Оно вносит мышление элементы разбалансированности. И говорят, нет радости без мяса и вина в Талмуде написано. То есть, когда человек пьет вино, у него через вино включается еще и состояние, особенное состояние радости. Написано в Мишле, мы в конце придем, 31 глава, что дайте вино тем, кому грустно. То есть, значит, вино, оно в нем есть вот этот элемент веселья. Теперь, но также вино, оно ломает привычную структуру. И здесь сравнивается мясо, это хохма, божественная мудрость. Вино, это бина. Бина, это вещь понять из вещи. То есть, когда человек под вином, он видит, ну, то есть, у него начинает мир видоизменяться. Значит, она подготовила мясо, божественная мудрость. Она налила вина, чтобы включить вот эти вот творческие, креативные процессы, которые у человека возникают под вином. Аф, арха, шелхана. И также она накрыла весь стол. Это уже даат. Есть хохма, бина, даат. Божественная мудрость, аксиомы. Бина, умение строить из этих аксиом новые конструкции. Даат, это то, что получается. Накрытый стол, на котором сидит человек, накрытый стол, это как раз то, что он создал своими аксиомами, то, как он их перекрутил, и он получил ту картину мира, в которой он потом и находится. Эта картина мира, она абсолютно производная человека. То есть, есть люди, которые в любой картине мира могут быть веселыми. Этот же человек в той же картине мира вроде бы ничего не поменялось. Есть известная история, как у одного человека было очень много неприятностей в жизни. У него были... Он развелся с женой, он потерял работу, у него были проблемы со здоровьем, у него были какие-то проблемы с законом. И у него полностью была совершенно жуткая ситуация. И он не знал, как из нее выйти из этой ситуации. И он как-то забухал, и еще ему стало хуже. И как-то он просыпается в депрессии вообще в таком утром, и решил повеситься. И он, значит, затидывает уже веревку на крючок, затинул веревку, и он уже встал на тавуретку. И тут он смотрит, стоит стакан вина недопитого на подоконнике. И он, значит, думает, я перед смертью сейчас выпью вина, хоть, ну, какая разница, уже все равно умирает. Значит, спускается, выпивает этот стакан, такой смотрит в окно, такой смотрит и говорит, о, говорит, а жизнь-то налаживается. Жизнь-то налаживается. Это у него сразу же вот этот вот стакан вина. Вина – это то, как ты повернешь аксиомы. То есть, если ты повернешь аксиомы в одну сторону, ну, аксиомы – это исходные данные. Ты повернешь их в одну сторону, тебе вроде бы плохо. Повернешь в другую сторону, а тебе уже хорошо. То есть человеку тысяча долларов это много или мало? Непонятно, смотря с чем сравнивать. Есть известнейшая тоже история, когда, не история, а как бы она показывает, насколько все относительно. Берется три ведра воды, одно комнатной температуры, два ведра, одно очень горячее, другое очень холодное. Засовываются две руки, одна в горячую воду, другая в холодную. И потом эти же две руки засовываются в комнатной температуры. И та рука, которая была в горячей, очищает комнатную температуру, как холодную, а та, которая была в холодной, как горячую. Все, это вот система, это да, система восприятия человека. Есть аксиомы, а как ты их повернешь, это твоя бина, ты строитель. Что ты получишь потом, Шухан? Это уже твой стол, то, что дальше ты уже с этого стола ешь. Можешь наслаждаться тем, что есть, можешь не наслаждаться. Можешь себя сравнивать с тем, кто лучше, с тем, кто хуже, или с собой вчерашним. То есть можешь бояться, что будет завтра, а можешь вообще забить. Сказать, а, все от Бога зависит, что так я ничего не контролировал, что так ничего не контролировал. То есть все очень, очень все, как сказать, все зависит от того, как ты строишь свою реальность. И какими аксиомами ты пользуешься? Аксиомы это, что для тебя на первом месте, на втором, на третьем. То есть если ты ставишь на первом месте для меня, там, семья, на втором Тора, на третьем бизнес, у тебя одна картина мира. Поменял местами, что для тебя приоритетнее, у тебя другая картина мира. Все, с этим понятно. Третий отрывок. Шалхана Аратея Текра. Шалхана Аратея Текра, значит, послала она каких-то, на Рим это подростки, позвать, позвать. То есть у нас портал Ваикра, а здесь она позвала их Текра, ну, то есть взывать. Аль Гапей Мирмей Карет. Значит, дословно перевожу. She has sent out her maids to announce on the heights of the town. Значит, послала она ее maids. Как переводится maids? Прислужниц. Значит, прислужниц, там переводят прислужниц. Это, ну, подростков. Дословно, наар это подросток, наарате это девушки-подростки. Теперь очень странно объясняют все комментаторы. Раша объясняет, что вот эти нааратея, девушки-подростки, это Мошер Абену и его брата Аарон. Значит, что имеется в виду? Имеется в виду, что когда божественная мудрость, она не может говорить, то есть когда Бог начал говорить с сынами Израиля, когда он давал Тору, то все умерли. То есть Бог, он, тот, кто создал мироздание, он, то есть не может человек с ним соприкоснуться и остаться живым. То есть это такая энергия, такая сила, такое, ну, такое что-то, да, что с ним соприкоснуться, если человек соприкасается, его просто разрывают на части. И как раз произойдет, когда, вот говорят, придет Маше, как это будет? Как будет, когда придет Маше, что значит мир изменится? То есть если в сети электричестве запустить электричество большой мощности, то все слабые сети сгорят тут же, выбьют пробки, перегорят, все перегорит. Но новые оптиковолоконные сети, они нормально пропустят это напряжение. Когда пойдет божественный свет в мир, то все, кто к нему не готовы, они просто сгорят. А что останется? Останутся те люди, которые были готовы к божественному свету. Теперь, когда Бог хочет передать людям свое знание, то Он передает его через кого-то. То есть через кого-то. Кто у нас были, через кого мы получили Тору? Это Маше Робейну и Арон. То есть Маше Робейну, он Моисей, который был на самом высочайшей ступени человеческого развития. И он, когда получил, получил он когда Тору, на него пошел божественный свет, и он когда спустился, он сиял. Я почему-то на экране тоже засиял, вообще непонятно почему. Почему вообще такого ни разу не было. Просто реально пошел божественный свет, это как бы, ну вот просто засиял. Сейчас потух. Обратил на это внимание? Потух, стало тише. Значит, теперь послала, божественная мудрость послала своих представителей вызывать к людям, и они поднимаются на вершины, городские вершины. Heights of the town. Какие-то городские вершины, они поднимаются. То есть здесь весь вопрос в том, кто находится наверху, кого народ слушает. На сегодняшний день народ слушает, Ирину Аллегрову уже не слушают, да, кого Лепсов в основном слушает. Группу Ленинград народ в основном слушает. Значит, группа Ленинград, чем занимается группа Ленинград? Группа Ленинград высмеивает, высмеивает реально то, что народ делает. И народ это же слушает, интересно, да. То есть, ну, группа Ленинград высмеивает общество потребления, высмеивает, например, у них была последняя песня о... То есть они все высмеивают. То есть они как бы ничего не создают, ничего не строят. Они высмеивают то, что есть. И понятно, это смешно. То, как работает сегодняшнее мироздание, то, зачем гоняются люди, это смешно. То есть, я не помню, кто сказал, он говорит, люди проводят свою жизнь, чтобы работать. А работают они для того, чтобы покупать вещи, которыми они хотят произвести впечатление на людей, которые для них ничего не значат. То есть, вот какой-то запутанный круг, да, такая вот полностью, такая бесполезная абсолютно беготня, в которую включены все люди. И такой вух все, и побежали, понедельник все. Куда побежали? Куда побежали? Учиться. Да. Значит, ми, пяти, юсар. Четвертый отрывок, да? Ине. Эна. Заздувать усенсы. Значит, кто такой вот этот вот пяти? Пяти это наивный, да? Ми, пяти, юсар, ине. Кто глуп, пускай завернется сюда. Переводят на русский язык, очень сложный язык здесь. Кто глупый, перевод на русский, пусть завернет сюда. Ну, странный перевод, да? Хасар лев, амрало. Тот, у кого не хватает смысла, скажет ему. Значит, смотрите. Есть две категории людей, которые, две причины, почему люди отворачиваются от Бога. Две причины есть. Первая причина, они глупые, да? Человек глупый. Вот он реально глупый. То есть, он живет в картине мира, и он не может понять. Вот он просто, как бы, не может охватить, и он даже не понимает, зачем. У него нет программного обеспечения. То есть, его, как бы, забота, это вот сейчас поесть, и потом, значит, сходить в туалет, и потом, что еще ему важно, посмотреть вечером сериал по телевизору. Все. Вот его вся забота. Работа, он выполняет свою узконаправленную такую деятельность. Это глупый человек. И с ним про Бога говорить тяжело. У него нет мозгов просто. Ну, он, у него нет абстрактного мышления. Он не задумывается, что будет завтра. Он не представляет себе мир в целом. У него нет вопросов никаких. То есть, это называется такой глупый. И божественная мудрость его приглашает. Ну, зайди-то ты сюда. В первой главе мы изучали, что если ты не идешь к Богу, то все равно тебя накроют. То есть, всех этих глупых потом накрывают какими-то неприятностями, проблемами, все равно их всех накрывают. МММ. Они очень любят попадать в МММ. Они копят деньги, потом отдают их в МММ. То есть, это как бы, ну, стабильная у них ситуация. То есть, их все равно всегда обманывают. Если человек глупый, то он все равно, в конце концов, остается в проигрыше. То есть, его обманывают. Глупый человек, его обманывают. Теперь дальше. Вторая причина, это хасар-лев. А к нему взывает вообще божественная мудрость. Это к тем людям, которые знают, что есть Бог. То есть, это как бы очевидно. Но они не хотят в него верить, потому что это мешает им идти влекомыми своим сердцем. То есть, это мешает им выполнять их желания, вожделения. То есть, им хочется есть то, что нельзя есть, делать то, что нельзя делать. То есть, они развитые, они умные, они называют себя агностиками. Но все это они делают для того, чтобы оправдать свое желание, следовать только по стремлениям своего сердца. Все. Это и к ним обращается, вот именно к ним обращается божественная мудрость, что парни, типа, одумайтесь, да? Дальше. Ну, дальше мы не будем. Все. У нас сегодня мы идем по времени. Осталась одна минута. Давайте подведем итог. Давайте подведем итог. Значит, первое, что, как говорил Рамбам, что Бога можно полюбить, изучая его творение. Полюбить, постичь, понять. Как в Мишле мы уже учили в третьей главе, на всех своих путях познавай его, и он выпрямит твои дороги. Если ты будешь искать божественное знание, как люди ищут серебро, если ты будешь его искать, как люди ищут сокровища, тогда ты поймешь. То есть, тогда ты поймешь страх перед Богом, и тогда у тебя будет вот этот вот даат илоким, то, как Бог видит мир и создает, он тебе же это передаст. И у тебя тогда будет, тебе все будет понятно. Ну, вот реально, я каждый раз, я, вот сейчас недавно я был в Москве, и пообщавшись с разными людьми, а есть закон, с кем поведешься, от того и наберешься. И меня, один на меня повлиял, второй на меня повлиял, третий. И когда начинаешь, попадаешь под влияние людей, то все программы, я, сто процентов я вам даю, я всю жизнь изучаю мышление, да, всю жизнь, ну, я очень активный человек, и я активный человек, который, я компилятор, можно так сказать, да, то есть, я изучаю мышление успешных людей, просто тут же легко его применяю. Я могу сказать, что все мышления, кроме Торы, не работают. То есть, они все дают какой-то кратковременный миг удовольствия, может быть, какой-то кратковременный миг успеха. Но тут же, если копнуть, они все ведут в пропасть. У меня был очень интересный разговор, там, ну, ребята, которые сейчас в бизнесе, в моем, вот они выстрелили, они самые там крутые, самые инноваторы. И он говорит, все там, у нас все растет, все растет, все растет, все растет. Я говорю, а дальше что? Он говорит, сейчас я еду там туда-то. Я говорю, а зачем? Он говорит, лечиться, лечиться. Потому что у меня, говорит, голову мне просто взорвало. Потому что когда оно все растет, а ты не знаешь, что с этим делать, оно тебе не дает никакого удовольствия, оно тебя разрывает на части, потому что ты не знаешь, что с этим делать. Я еду сейчас, у меня просто, ну, голова, я не могу спать. А это в Мишле написано, что, что когда человек, ну, там, есть много, что про это написано, значит, не буду углубляться. Значит, давайте еще раз, коротко. Три вещи, это очень важно. По-простому все нужно делать просто. Три вещи надо выделить, которые человек понял. Вот я сейчас выделю свои три вещи, а вы выделите свои. Потому что если послушал, три вещи не выделил, не сделал резюме, все уходит. Значит, первое, что я для себя делаю резюме, что Бог построил мир по семеричной системе, да, на семи столбах. То есть в любом деле есть структура, простая четкая структура. И нужно в любом деле, если ты хочешь в нем быть профессионалом, нужно выделять эту структуру и понимать, что все упорядочено. Нету здесь хаоса. Все упорядочено. Нужно искать структуру в любом деле. Она есть. Второе, то, что я понял, что Бог посылает, даже Тору, Он посылает через кого-то. И надо искать в любом деле, надо искать людей, которые в этом деле профессионалы, которые знают эту структуру. Если тебе хочется разобраться, надо к ним обращаться. В Торе надо обращаться к раввину, к мудрецу Торе. И если у тебя есть вопрос, нужно прям конкретно найти такого раввина, сделать себе равва и с ним советоваться. И третье, что я понял, нет радости без мяса и вина. Надо, значит, есть мясо, пить вино и радоваться жизни. Все, три моих вывода. Все, пожалуйста, вы тоже сами сделайте три вывода. Я обязательно все прочитаю, я читаю все выводы. Очень мне интересно посмотреть. У всех такие разные выводы, что я просто восхищаюсь. Как люди видят в одном и том же, видят каждый свое. Это очень важно. Все, дорогие друзья, хорошего дня, прекрасного дня. И учимся, структурируем и распространяем Тору. Поэтому поделитесь своими выводами, со всеми с тем можно поделиться. Все, пока, хорошего дня.